Дается самая большая взятка в истории и строится с самой дорогой в мире дворец. Фонд борьбы с коррупцией опубликовал 19 января расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Накануне основателя фонда и автора фильма расследования Алексея Навального по ходатайству в СИН арестовал Химкинский суд. Прямо в отделе полиции. Все, если верить документам суда, я поехал в матросскую тишину. Отпускай! 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 В следственном изоляторе «Матросская тишина» Навальный в трехместной камере один. Это карантинная мера, рассказали его адвокаты. Хотя тест на коронавирус политик сдал. После ареста Навального следственный изолятор, как было объявлено, по техническим причинам перестал принимать письма для арестованных. На февраль назначено судебное заседание по замене условного срока Навального на реальный по делу Ифраше. Ходатайство в СИН, по мнению адвоката Навального Вадима Кобзева, инициатива сверху. В розыск они его объявили явно не потому, что они так решили. Они тоже, опять же, и сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, они вообще никак себя не проявляли. Им ничего не было нужно. То есть они сидели, они читали, как мы все там, средства массовой информации, и они знали, что он лечится. А в последний момент им сказали, что нужно делать так. Поэтому я думаю, что в этот раз все будет совсем по-другому. И поэтому там прогнозирую решение, нужно учитывать совершенно новый, ну, к сожалению, политический контекст, а не юридический. После ареста Навального его сторонники объявили о всероссийской акции протеста. С 19 января домой к оппозиционным активистам приходят сотрудники правоохранительных органов и вручают предупреждение о недопущении нарушений закона о митингах. Как, например, к гражданскому активисту в Казани Андрею Бояршинову. Вручалось оно явно не только мне, потому что у них была стопочка этих листов бумаги. Ну, то есть на планшете, там видно, я даже специально посмотрел, и довольно-таки, ну, толстенькая такая стопочка была. Это происходит каждый раз перед проведением политических акций, политических митингов у нас в Казани. В штаб Навального в Омске пришла полиция. На координатора штаба составили протокол за анонс акции протеста. Заходим в дворец с главного входа. Расследование о так называемом дворце Владимира Путина в Краснодарском крае общей стоимостью около 100 миллиардов рублей и площадью более 17 тысяч квадратных метров в Кремле назвали неправдой, добавив, что собственность президента декларируется им ежегодно, и ничего нового в расследовании не представлено. Давно говорили и недавно повторяли о том, что нам давно известно готовившуюся и готовящуюся информационных атак на главу государства. В данном случае президенту вменяется собственность то, чего не существует. Для любого психоаналитика просто находка такой объем материалов, потому что личность заказчика, она прослеживается, это первое. Второе. Показали схемы, по которым поступают деньги, кто платит деньги, как платят деньги. Это тоже очень интересно для тех, кто понимает. И реакция совершенно спонтанная, реакция совершенно растерянная. И по реакции видно, что сказать-то нечего, и что в расследовании попало в цель. Считает экс-глава Екатеринбурга политик Евгений Ройзман. Он в числе подписавших онлайн-петицию с требованием освободить Навального. К вечеру 20 января ее поддержали почти 20 тысяч человек. Все понимают, что произошла несправедливость и надо что-то делать. Ну вот хотя бы обозначить свою позицию, пусть это будет показ петиции, но дальше все думаем, потому что мириться с этим никто не собирается. Немедленного освобождения Навального потребовали десятки стран. Правозащитные организации «Мемориал» и «Эмности Интернешнл» признали Навального политзаключенным. Жена политика Юлия Навальная в своем инстаграме рассказала о слежке за их домом. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.